Здравствуйте, друзья! С вами Дачный Сюжет и я, Галина. Сегодня 15 апреля. Все пчеловоды в Московской области уже, наверное, своих пчел посмотрели. Поменяли днище, может быть, подкормили, может быть, какое-то лекарство дали. А у меня такая ситуация, что знакомые закончили заниматься с пчелами и решили их отдать мне. Ну, спасибо им большое, я думаю, что медом я с ними расплачусь. Но вчера я полезла в эти семейки. Ну, во-первых, очень слабенькие, потому что хозяин, ну, он прибаливал, поэтому ему было не до пчел, он не уплотнил их. Ну, слабенькие семьи, не будем обсуждать, почему слабенькие семьи. Вот сейчас мне их надо пересадить в мои собственные, мои ульи. Ну, тут еще одна небольшая проблема. Мы живем в одной деревне, находимся, наши пасеки находятся в одной деревне, и если напролет, до меня метров 150. А мы все знаем, что пчелы, если их сразу увезти, они все равно вернутся на старое место. И вот мне теперь нужно будет ждать пасмурной погоды. Кто-то рекомендует их окурить аммиачной селитрой. Вот вчера я две семьи пересадила и попробовала это сделать. Не получилось. Поэтому будем ждать дождей. А дожди обещают либо вот завтра, там еще два дня, либо в среду. Ну, подождем. А сегодня я как раз хотела их пересадить. Но пересаживать я их буду уже конкретно для себя. Соответственно, уплотнять, соответственно. Плюс я хочу их сразу опрыснуть. Есть у меня такой Апимакс. Вот им я опрыснула. Вот он, Апимакс. Что мне нравится, что он на натуральной основе. Вот в нем, смотрите, что есть. Экстрат чеснока, экстрат хвойных, экстрат полынь горькой, хвоща полевого, это и хиноцея, и эвкалипт, и перца красного и горького. И он здесь идет и от болезней, и от ваоротоза. В общем, там, если почитать, вот залезть в интернет, там, ну, тут даже написано, но очень долго читать. От целого комплекса заболеваний. Поэтому я хочу сразу их и опрыснуть. Потому что и плюс он еще как бы стимулирует матку, стимулирует, увеличивается там то, что выделение маточного молочка. В общем, благоприятно действовать на всю семью. А сейчас мне нужно будет что сделать? Мне нужно будет передвинуть старый улей, тот, который ихний, и на их место поставить своем. А давайте смотреть все это. Вот у меня улей с пчелами. Они очень тяжелые, двухрамочные, очень тяжелые. Я сейчас сразу все это буду освобождать. Вот у меня назад их меня задвинешь, а я отвергаю в сторону. и ставлю свой улей. Точно так же открываю все, как у них здесь. У них и верх, и низ открыт здесь. Пока открою и то, и другое. И начинаем переставлять. Вот пчелки уже начали искать метаться. Здесь я окурию сейчас. И сразу буду опрыскивать. Вот, сейчас сразу опрыскиватель приготовим. Я его уже разбавила дома. Опимак. И вот так вот сразу запахло хвоей. Это вот большая кормовая. Мы ее, конечно, в сторону. Вот еще. Сейчас уже где-то часа четыре, пятые уже, наверное, даже пять уже. Вы спросите, а почему так поздно? Это для того, чтобы пчела, которые в поле, пускай летают. Зато не сейчас. Засорилась моя... Мой опрыскиватель. А я вот такая. Опрыскиватель засорился большой. Пришлось доставать маленький. Но ничего страшного. Вот. И вот так вот. Сейчас мы все-все опрыснем. Вот, смотрим. Вот, смотрите. Пыльцы, видите, уже сколько натаскали. А вот расплода пока еще здесь нет. Вот нам нужно дойти до расплода. А вот и расплод. Значит, что мы делаем? Что я делаю? Я ставлю кормовую сюда. Это все я уплотняю. Ставлю разделительную доску. И вот получается. Теперь буду сюда ставить только расплод. Вот, смотрите, расплод. Ну, вообще-то ничего, нормальный расплод. Вот он, вот он. И матку я искать не буду, она тут не клейменная. И вот так вот все-все-все здесь опрыскаю. Вот, вот, вот. Всех-всех-всех-всех-всех чуть-чуть. Вот так. Теперь нам самое главное с маточкой, чтобы не обидеть. Здесь вот где-то двухдневный расплод есть. Вот здесь, вот, 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 вот. И тоже все опрыскаю. Вот. Смотрим третью рамку. Так, здесь. Нет, не вижу. Здесь вот пыльца. Ну, ладно, поставим мы ее. Значит, получается у нас только две рамки расплода. И ставим кормовую. Сейчас еще поглядим. Еще дополнительный. Ну, и поставим вот эту вот светленькую, хорошую рамочку. А третью рамочку я забыла попрыскать. Вот так. И так же ставим уплотняющую доску. Все остальное мы поставим уже. Вот сюда вот, что осталось. Так. все это дело ну и еще одна рамочка сюда уместится вы скажете, а где же потом вдруг они развиваются будут и тому подобное ничего страшного они все у меня разделительные доски не совсем плотно ложатся на дно и они по дном уходят сюда уже уходят сюда, куда нужно холодно им, они ушли сюда в семью жарко, они ушли сюда я всегда говорю однокомнатную квартиру отопить гораздо проще, чем трехкомнатную ну а теперь что делаем? накрываем вот накрыли сейчас мы дымарь возьмем и перегоняем все остальное пчелу вот здесь вот ее немножко осталось мы ее перегоняем видите, поносил сидим я где тут у нас еще пчелки вот еще немножко пчелок осталось вот... вот... Так, вот и все последние пчелки. Немножко осталось в старом улье, но сейчас я немножко тут подымаю, и все. А остальное как обычно. Выкрываем холстиком. Плотненько, чтобы тепло им было. Потому что сейчас в ближайшие дни, обещают, там ночью холодно, до 3 градусов тепла только. Пчелка. Поэтому мы укрываем как следует. Вверху подушку. Все, все, все щелочки, 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 все закрываем. Ну и соответственно ставим крышку. Ну вот так вот я пересаживаю пчелку. Что же дальше? Вот теперь буду ждать прохладной погоды. У нас вот предвидится или завтра дождик, или в среду. Но нужно желательно, чтобы именно совсем прохладной погоды, чтобы не было лёда пчелы, хотя бы дня два, а то лучше, конечно, три. Тогда я только смогу их перевезти. Когда я их перевезу, как вы видели, я уже их уплотнила, и к ним уже можно практически уже внутрь семьи, можно вообще не лезть примерно с месяц. Но семейка не очень сильная, поэтому их надо бы желательно чем-то ещё как бы простимулировать. Для этой цели у меня есть полизин. Полизин, это его надо давать именно в жидком виде. Делается сироп, разбавляется, ну тут в инструкции тут всё написано. Он точно так же, и как и Апимакс, тоже так же и стимулирует, и помогает с болезнями. В общем, тоже очень хорошая вещь. И я вот буду дни через, вот если как перевезу сразу, ну может, даст Бог, дни через 5-6, я буду давать именно с полизином. Там рекомендуют как, 100-150 грамм, и дня через 2, через 3, 2-3 раза. Посмотрим. Может быть, они всё-таки догонят все остальные. А так, пошла все остальные ещё 3 пересаживать. А с вами была Галина. Всего вам доброго. Нужная информация, полезная информация. Ставьте лайки, комментируйте, подсказывайте. Может быть, что-то ещё интереснее вы знаете. А так, всего вам доброго, добра и здоровья.